Ровно 10 дней осталось до финала регионального этапа всероссийского конкурса красоты и талантов миссис Севера 2023. Если, как признаются конкурсантки, строить козни друг другу поводов пока нет, то недоговаривать и скрывать некоторые моменты от соперницы организаторов причин несколько. Расскажите немножко о вашем творческом номере. Это секрет. Творческий номер у меня готов на примерно 50%. Есть задумка, ее нужно отточить. Это будет отличительный номер от других участниц. То есть это пока что секрет? Можно сказать, да. Специально для этого конкурса за две недели я научилась тому, о чем мечтала несколько лет последних. И вот этот конкурс меня подвиг, чтобы я этому обучилась. И это будет третья часть моего творческого конкурса, о которой не знает даже организатор. Еще одна тайна, покрытая мраком, в чем будут одеты красотки на финальном выходе. В этом вопросе девушки стойкие оловянные солдатики. Пытки бесполезны. Каждая боится произнести вслух хоть что-то определенное. Вдруг соперницы вычислят задумку, попробуют переплюнуть или еще того хуже сделать что-то подобное. Это платье, оно трансформер. Оно интересное и будет выход сначала в одном, потом в другом. Последнюю неделю вообще бурна подготовка. Особенно в плане платьев. Сначала одно выбираешь, потом в итоге другое. Платье нет, не выбрано. Полно секретов не только у участниц. Организаторы тоже не сильно распыляются о предстоящем финале. Например, список жюри на сегодняшний день строго засекречен. А о казусах во время подготовки к конкурсу известно лишь в узком кругу людей. Скажу так. Работаю на результат, поэтому не будет таких, которые не справятся. Иначе а-та-та будет за них. Поэтому, не знаю, в этот момент стараются все. И даже если есть какие-то сейчас нюансы, я думаю, мы все доработаем. И будет... Косяков не будет. Сегодня английский нужен всем. В студии British Cat проводятся занятия для детей и взрослых по методикам Оксфордской и Кембриджской школ. За пять лет студия выпустила более 300 учеников. Руководитель студии Анна Козырева проводит обучение и для коллег, которые уже ведут или еще только планируют начать работу в образовательной среде. British Cat – чисто английское произношение. Котлос – второй павильон после самолета на бульваре. Как говорят организаторы, желающих присоединиться к конкурсу «Миссис Севера» и преподать мастер-класс его участницам, великое множество. Приходится выбирать. В число счастливчиков попала основатель парфюмерного пространства «Парф-клаб» Ксения Чеботарева. Девушка уже три года увлекается нишевой парфюмерией, и неоднократно заканчивала курсы парфюмерной стилистики. Тема ее занятия с финалистками крайне любопытная – парфюмерный гардероб. Я вам расскажу вообще о нотах, какие есть в парфюмерии самые популярные, расскажу о их аромовоздействии, причем вы сами будете их пробовать и рассказывать свои эмоции и ощущения. Ароматы – невидимая часть наших образов. С первых нот они могут многое сказать о том, какой у нас характер и мировосприятие. Именно поэтому многие стремятся найти что-то необычное. Для таких людей и работают бренды нишевой парфюмерии. Ароматы отпуска. Очень часто такие ароматы популярны, когда вы едете куда-то, как, например, на курорке, что пахло, гузами, как он называется, в случае – прованс. Проблема всех моих клиентов, приходя в магазин, они теряются в таком ассортименте и говорят, мы не можем найти свой аромат, свой вот этот парфюмерный почерк, почему они приходят ко мне, просят помощи. И огромная возможность попробовать сразу много ароматов, за счет того, что он продается враспив. В крупных сетевых магазинах вы приобретаете ароматы большими объемами 100 мл. В результате аромат может через некоторое время надоесть, просто не понравится, устать от аромата, и в итоге он стоит пылиться на полочке. Кстати, ароматы, которые относятся к нишевой парфюмерии, не только заманчиво благоухают, но и изготовлены из качественных компонентов. На создание одного флакона может уйти целый год. Нишевые духи считаются искусством в парфюмерной индустрии. Парфюм вообще это одна из главных составляющих нашего образа, нашего имиджа. И каждая женщина всегда хочет выглядеть привлекательно, сексуально, не только благодаря одежде, красивому, яркому образу, но и пахнуть вкусно и оригинально. С парфюмерным газиробом начинаешь чувствовать себя увереннее, и походка меняется, и отношение к себе меняется. То есть и люди, которые обращают внимание на себя, потому что идет такой шлейф, запах, и как бы очень классное такое состояние получаешь. Желаю вам, девчонки, успеха. Каждый желаю победы. Спасибо! Здравствуйте! Меня зовут Кристина Королева. Я основатель и руководитель сети школ-студии перманентного макияжа в городе Котлас и Коряжма. Тренер-эксперт в этой области. Автор собственных онлайн-курсов. В студии под моим руководством работают три профессиональных мастера перманентного макияжа. На базе студии расположена школа. Здесь проходят базовые курсы для мастеров и курсы повышения квалификации. Я приглашаю вас к нам в студию за качественным перманентным макияжем и за профессией вашей мечты. Красивая корона. Получается в свет. Не жмёт. Корона – главный символ конкурса красоты миссис Севера. Заполучить её в глубине души мечтает абсолютно каждая девушка. Кстати, к выбору символического аксессуара авторы проекта «Из года в год» подходят мега ответственно. Корона к нам приехала из Москвы. Корона ручной работы. Девушка делала специально для нас под заказ. Сначала я хотела, чтобы корона была переходящая. То есть от королевы к королеве каждый год, чтобы корону передавали. Но потом я передумала это делать. И каждый год я буду заказывать корону для победительницы, чтобы она осталась у неё на всю жизнь. И это была память, как участие в этом конкурсе. Корона в этом сезоне состоит из нескольких сотен мерцающих кристаллов, закреплённых на серебряном каркасе. За счёт этого королевский предмет весит около полукилограмма и очень удобно держится на голове. Синий цвет тоже выбран не случайно. Это ассоциация с Северным краем, откуда родом все 12 финалисток. Корона – огонь! Очень красивая, удобная. Подержать в руках сияющую пятиконечную корону организаторы разрешили каждой. Девушки передавали её по кругу с наилучшими пожеланиями соперницам. Удачи, чтобы ты не волновалась, чтобы конкурс пошёл так, как ты хотела. Главное не переживать. Во всем надо такое. Главное не волноваться. Главное держать попитку, улыбаться зубами, как говорит Наташа. И уйти в нужные кулисы на всем. Женя, я желаю, чтобы ты обладал этой короной. А потом и всем. Напомним, в прошлом году корона-победительница изготавливалась в Татарстане и тоже вылилась организатором в копеечку. Девушки отдыхают. Чем ближе финал, тем больше переживаний. Достать свои страшилки на поверхность и распрощаться с ними раз и навсегда можно благодаря нейрографике. Мы рисовали наши линии жизни, сердца, любви и так далее. То есть нам нужно было нарисовать определённый рисунок, который отражал бы наше внутреннее «я». Нейрографическая линия, внимание, это такая линия, которая начинается там, где её не ожидаю видеть, не повторяя себя ни на одном отрезке своего времени. Что на самом деле скрывается за модным термином нейрографика? Это метод, который помогает осознать проблему и найти решение через рисование по алгоритму. С помощью определённых линий и фигур человек лучше понимает свои неосознаваемые мысли, чувства, идеи и постепенно приходит к решению проблемы. Не зря нейрографику называют разговором с подсознанием. Когда у вас линия будет всё скруглено, рисунок вам будет нравиться, потому что круг – самая безопасная фигура для мозга. И когда мы сгладили с собой, у себя помирили, конфликт изгладили между собой, ну, пошла новая жизнь, новые нейронные контуры, и пошёл другой какой-то путь. Сколько-то человек побывало в роли объекта любви, и мы щедро её делились. Кто-то почувствовал, кто-то нет, но вибрации шли, я прямо чувствую, как от меня отдавала. И я так здорово принимаю. Девчонки молодцы. Несмотря на то, что по концу мастер-класса с рисунками были все, не каждая поняла, как эта разноцветная сетка может помочь справиться с трудностями. Хорошо, что насчёт высших сил у многих девушек есть твёрдое личное мнение. Сомнительно. Но получилось очень интересно. Верю в числа, в магию сомневаюсь, в таинственные знаки верю. Да. Я думаю, что есть что-то такое, что сопутствует нам по жизни. Ни о чём не загадывала. Просто произвольно рисовала, и всё. Ощущения у нас неоднозначные. В свете того, что мы познакомились с этим первый раз, рисовали мы сегодня любовь. Картинки были красочные, но немножко для нас непонятные. Я считаю, чтобы проникнуться в данное искусство, необходимо будет повторить ещё раз этот мастер-класс. В магию не особо верю. Я реалист. А в таинственные знаки возможно. Считаю, что даже если вы что-то увидите на улице, на природе, либо кто-то вам что-то скажет, стоит к этому прислушаться. Скептическое мнение о нейрографике – не преграда для того, чтобы выложить замысловатое творение в соцсети. Кстати, даже среди подписчиков девушек нашлись те, кто не согласился с полезностью и правильностью данных рисунков. Навряд ли человек, возмущавшийся в комментариях, знал, что при обучении нейрографики Надежда использует авторский алгоритм, а не общепринятый. В таком случае всё встаёт на свои места. И по-прежнему есть шанс, что относительно новой психологии метод всё-таки работает. У них теперь разрешение к миру есть, и можно всё отныне и навсегда. Это очень круто. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, с каждой неделей конкурс «Миссия Севера» обрастает слухами. Например, некоторые считают, что корону получит та, кто больше предложит денег – организаторам. Но авторы проекта этот факт отрицают. Нет, вообще ничего не куплено абсолютно. У меня нет на сегодняшний день вообще ни одной фаворитки или ярко выраженного победителя. Где-то, если в начале было какое-то там какие-то, да, боли такие для себя, что ага, вот она может. А сейчас уже на самом деле, как уже после нашего знакомства более глубокого, мы уже как бы сомневаемся. Чем вот вы точно зацепите жюри? Вот именно вы? Это черненькое. Смотрим, я туда и сюда. Через стыкан. Улыбкой, ростом. Ну, я на ростом скорее, да. Думаю, что возьму харизмой. Как вы считаете, на сколько процентов из 100 вы можете оказаться в числе победителей? 90. Для всех будет очень большое, феерическое, красивое выступление. Так что всех ждем 30 апреля к нам на конкурс. Финал регионального этапа всероссийского конкурса «Месяц Севера-2023» пройдет 30 апреля в 16.00 в Котловском дворце культуры. Билеты на шоу можно приобрести уже сейчас.